МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так что у нас целый ряд спортивно-массовых мероприятий, которые проходят в эти дни, приурочены к Дню военно-морского флота России. Отметим, что у нас сегодня подведет итоги выступления наших спортсменов заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Анна Абросимова. Здравствуйте. Анна Анатольевна, несколько слов о спорте высших достижений. Действительно, в средствах массовой информации иногда мелькает о том, что у нас нет высоких достижений, что скоро, так как различные санкции, у нас прекратятся выступления за рубежом, и наши спортсмены не добиваются результатов. Это как раз все наоборот. Конечно, все наоборот. И наши спортсмены-севастопольцы показывают прекрасные результаты на международной арене, на всероссийской арене. Я озвучу их сегодня с удовольствием. Хочется сказать, что в городе Севастополь развивается всего 68 видов спорта. Из них 15 являются базовыми видами спорта. В 2018 году Министерством спорта были вынесены изменения в приказ, и для города Севастополя увеличилось это количество. Были включены плавания, было включено тэквондо, футбол, несмотря на все запреты и санкции. Также это альпинизм, который необходимо развивать в Севастополе в связи с природно-климатическими условиями. Благодаря своим показателям пау-лифтинг стал базовым видом спорта. И мы надеемся, что показатели спортсменов будут способствовать тому, чтобы эти виды спорта сохранились базовыми. Главные тренировки, главное занятия проходят в спортивных школах наших. У нас же 8 спортивных школ и Олимпийского резерва, и спортивные школы, где и тренируются наши атлеты. Конечно. У нас к подведомственному управлению по делам молодежи и спорта отнесено 12 государственных учреждений, из которых с этого года прибавилась еще одна школа Олимпийского резерва. Она была просто спортивной школой. Это номер 8 на северной стороне. 5 спортивных школ Олимпийского резерва, 3 спортивных школы, Центр адаптивного спорта, Инваспорт и Центр спортивной подготовки сборных команд. Это все учреждения, которые занимаются спортом высших достижений с подготовкой спортивного резерва. Всего у нас занимается в учреждениях 5800 спортсменов. Это достаточно большое количество на разных этапах спортивной подготовки. И тренерский состав у нас остался на прежнем уровне, как в прошлом году, 189 высококвалифицированных тренеров. Все они имеют образование? Однозначно. Все как положено? Конечно. Это не просто люди, имеющие образование. Это люди, от души любящие свой труд, свою работу. И благодаря их самоотверженному труду наши спортсмены, начиная с маленьких деток, которые уже на городских мероприятиях, соревнованиях, чемпионатах и первенствах показывают достойные результаты, также и на всероссийской арене. Итак, достижения севастопольских атлетов в этом, в 2018 году. Нам же есть чем гордиться. Город гордится достижениями, ребят. С вашего позволения я начну с базового олимпийского вида спорта – бокс. Ну, так уж получилось, что это один из моих любимых видов спорта. Здесь у нас отличные результаты. Начну с подрастающего такого молодого поколения. Это Романчук Иван и Паськов Владислав. Огромное спасибо тренерскому составу. Олег Баландин, Павел Кабаргин за подготовку этих спортсменов. Первые места на первенстве России. Первые места на первенстве Европы у этих двух юношей. И мы очень возлагаем большие надежды на этих ребят. То, что это не предел. Гапешина и Елена. Отдельно севастопольцы, кто знаком со спортивной жизнью нашего города, знают это имя с прежних времен. И в этом году она показала очень высокие спортивные результаты. Это и первенство, и чемпионат России, Европы, и в этом году спартакиада. Первое место она заняла у нас на спартакиаде России буквально в прошлое воскресенье. Большое и огромное спасибо за это. Она готовится к миру. Мир будет проходить в Дели. Мы об этом рассказывали. И действительно планируется, что именно в Дели можно будет завоевать путевку, лицензию на Олимпийские игры Токио-2020. Также у нас Глеб Бокши тоже претендует на участие в Олимпиаде. Да, конечно, это наш знаменитый боксер. Также мы возлагаем на него очень большие надежды. Огромное ему спасибо. Мы связываем надежды, наверное, с Брачевым, нашим Антоном. Из года в год Антон показывает потрясающие результаты. Это один из сильнейших дюдаистов нашего города и член сборной России. И Антон в этом году Кубок Европы у нас в Боснии Герцегове на первое место занял. Ну и в прошлом году это однозначные результаты. Все его знают. Мы тоже так же надеемся, что он не прекратит на этом и будет дальше нас радовать. У нас же многие юноши и девушки входят в составы сборных команд России и показывают высокие результаты. Мы о боксе сказали, но у нас есть еще и в других олимпийских играх спорта. Да, потрясающая девочка, о которой я не перестаю говорить, Матьяк Яблочко на Елена. Да, она очень поражает своим упорством. И в этом году, вот я просто только про этот год скажу, первое место трудность, первое место болдыринг, это дисциплины скалолазания. Первенство России по скалолазанию в Красноярске были эти соревнования в мае этого года. В Калининграде на всероссийских соревнованиях она также заняла первое и второе место. И получила право на Европу. Она сейчас проходит учебно-тренировочный сбор. У нас здесь в Крыму готовится к первенству Европы. Мы очень надеемся, что получится поехать туда. Если получится принять участие, то конечно. Но кроме олимпийских видов спорта у нас высокие достижения. И вне олимпийских мы знаем о том, что у нас в этом году великолепно выстрелили, можно так сказать, наши представители пауэрлифтинга. Теперь же это базовый. Анжела Лучинецкая, третье место, мир, первенство мира. Мы честовали эту спортсменку и благодарственным письмом губернатора. И, соответственно, все гордимся ее достижениями. Пауэрлифтинг у нас стал базовым видом спорта. И вся федерация пауэрлифтинга, которая развивает этот вид спорта под предводительством Михаила Палера, конечно, не только Анжела, но и есть другие спортсмены, которые достойно выступают. Хотелось бы долго, Анастасию, не забыть. Вы просто перешли на не олимпийские виды спорта, но я хочу, с вашего позволения, вернуться к нашей гребле. Потрясающая спортсменка из года в год, она нас радует. И в этом году, конечно, она также у нас на первенстве России заняла все первые места в разных дисциплинах, разных дистанциях. И на Европе стала третья, в Болгарии. Хотелось также сказать и задать вопрос о региональных отделениях федерации. Сколько у нас федераций? Как работают федерации? И действительно, многие связывают именно достижения с работой федерации. Совершенно правильно вы заметили, потому что даже законом о физической культуре и спорте 329-м предусмотрено, что вид спорта в регионе развивает именно региональная спортивная федерация. В настоящий период в городе 56 региональных федераций. Это те федерации, которые получили государственную аккредитацию в установленном законном порядке у нас в управлении. Есть федерации, которые наиболее активно развивают виды спорта. Есть, которые не так активны, но как хотелось бы, скажем так. Но, тем не менее, их результаты тоже видны. Мы ежегодно на премии «Спортсмен года» чествуем федерации и объявляем о заслугах наиболее выдающихся, они меняются. Но есть одни и те же, конечно, все мы их знаем. Их вклад в развитие видов спорта очень очевиден. Не будем забывать, что первенства и чемпионаты городские должны и обязаны проводить именно региональные федерации. Календарный план формирует тоже региональная федерация. Членов сборных также региональная федерация направляет в управление, мы утверждаем. Поэтому большое спасибо тем федерациям, которые активно участвуют. Хотелось также узнать, и, наверное, все-таки мы довольны, севастопольцы, жители нашего города, благодарны правительству Севастополя о том, что у нас построено столько дворовых площадок, жизнь летом оживилась. Различных возрастов мальчишки, девчонки занимаются и на гимнастических снарядах, и занимаются воркаутом. Также планируется улучшить состояние школьных, общеобразовательных, общеобразовательных школ, спортивных площадок. Конечно. Правительство Севастополя нацелено полностью на улучшение материально-технической базы как спортивных школ наших подвергственных, так и общеобразовательных школ пришкольных стадионов, пришкольных территорий. Значит, в программу развития физической культуры и молодежи до 2022 года включены 22 объекта спортивной инфраструктуры. Выделены земельные участки, проектируются уже эти объекты. Я хотела бы озвучить некоторые из них. Может быть, горожане не знают, что планируется строить. И действительно, это огромный труд, который направлен и департаментом капитального строительства, и дирекцией капитального строительства, управлением по делам молодежи, для того, чтобы эти объекты в городе были, чтобы они наконец-то были построены. В настоящий момент проектируется 3 футбольных поля, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых 2 с плавательным бассейном, в том числе на северной стороне. Плавательный бассейн международного класса с чашей 50 на 25. Два крытых катка. Это очень такая насущная тема на сегодняшний день. Многофункциональный спортивный комплекс на седьмом километре. Ну и далее водно-гребные базы, парусного спорта, базы. Анна Анатольевна, но у нас целый ряд спортивных мероприятий в эти дни приурочены к Дню военно-морского флота России. Ведь мы защищаем спортивную часть Севастополя и флотские спортсмены, и городские. Приглашаем всех 27 числа на Брестскую 21. Это стадион наш городской. Чтобы вы посмотрели и насладились матчевой встречей между правительством Севастополя и правительством Петербурга и Черноморского флота. Итак, мы поздравляем наших флотских спортсменов, всех моряков. С Днем военно-морского флота России. Действительно, это один из главных праздников в нашем городе. С Днем военно-морского флота России.